Здравствуйте! Значит, встречаемся с вами снова на огороде. Вот в моё отсутствие, так скажем, прямо установили ещё одну небольшую теплицу. Значит, 3х4. Ну вот сейчас посмотрим. В принципе, значит, теплица точно такая же, как у нас была первая теплица. Ну вот сейчас посмотрим, что надо здесь доделать, как сделать. Ну и определимся, значит, что будем делать дальше. Ну вот внешне, внешне она, как говорится, как две капли воды. Называется капелька. Ну вот смотрим, значит, если где-то мы теплицу ставили на фундамент, но тоже фундамент немножко промазали, потому что делали зараньше, заранее, ну и, как говорится, не особо так, чтобы старались. Побыстрее, побыстрее заливали. То есть здесь, значит, она стоит на сваях. Ну сейчас изнутри зайдём, посмотрим. Ну здесь вот, значит, карбонат закреплен, значит, на саморезы. Саморезы, и вот лента, значит, прилим. Ну вот сразу, что бросается в глаза, здесь вот я, здесь раз, два, три. Три самореза стоит. Три самореза, ну вот здесь вот у меня, я здесь вот ставил, получается, здесь вот саморезов у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь восемь. Ну, как говорится, есть такое понятие, что себе покрепче. Ну, это, что не доделали, можно потом потихоньку доделать. В целом, конечно, нормально здесь. Ну здесь вот особенность такая, видите, здесь вот немножко заглубили. Но я считаю, что это нормально. Почему? Потому что здесь заглубили, здесь у нас склон земли, установили на сваи. Здесь немножко доделаем, чтобы она была и долговечна, и долговечна, и тоже бы надёжна. Почему? Потому что данная конструкция, немножко вот так, как говорится, в принципе, неплохо. Она неплохо вот на сваях. Но мне сказали, я не спрашивал, значит, свая здесь у нас получается вот металлический такой штырь. Штырь получается где-то сантиметров шестьдесят. Ну, рулетку не взял, но шестьдесят. Значит, здесь у нас получается сантиметров двадцать пять-тридцать. Тридцать вниз – это маловато. Это маловато. Если будет сильный ветер зимой, там, то ещё пято-десятое, раскачается. Ещё, не дай бог, улетит. Потому мы здесь будем немножко доделывать, доделывать. Ну, здесь с этой стороны здесь всё стандартно. Ну, давайте зайдём, посмотрим. Зайдём, посмотрим, что здесь здесь. И определимся, что мы будем делать. Ну, вот это, как говорится, позапрошлом году я останавливал сам. В одно лицо. Ну, здесь вот, ребята, установили. Установили. Ну, вот, в целом, в целом всё хорошо. Всё хорошо. Ну, здесь вот напрашивается. Здесь очень просто. Здесь, допустим, сделали фундамент. Фундамент, ну, буквально, ну, сколько сделал. Ну, буквально его сделать там восемь сантиметров. И бетоном залить вот где-то вот до этого. Значит, допустим, залить где-то. Ну, пускай вот до сюда. И оно, во-первых, и гнить не будет хорошо. Гнить не будет. И укрепиться. Здесь ещё, может, можно здесь что-то или приварить, или приварить, или просверлить и поставить крепление, чтобы оно привязалось к земле. Можно, конечно, дополнительные штыри поставить. Можно не заливать. Можно здесь какой-то металл поставить. Ну, сейчас посмотрим, что-то сделаем. Ну, я вот уже цемент приобрёл. Наверное, всё же зальём. Всё же зальём. Посмотрим. Ну, с той стороны мы видели, значит, саморезы. Везде они поставили. Ну, так, как говорится, по минимуму, по минимуму. Ну, вот с этой стороны, видите, вот тоже. Вот. Отверстия есть, самореза нет. А желательно поставить, потому мы его поставим. Потом его поставят. Я говорю, что поставили хорошо, поставили хорошо, но, скажем так, что не для себя. Не для себя. Ну, а так, в целом, хорошо. Здесь, здесь мы ещё плюс, значит, учитывая вот тот опыт. Если вот посмотреть, что теплицу, видите, у нас получается. Сейчас вот откроем. Откроем. Вот видите, теплица. Вот видите, получается, что здесь уже прохода нет. Помидоры растут. Действительно, надо где-то в этом районе, в этом районе, какую-то, значит, растяжку ставить, или проволоку, или что-то такое, значит, сделаем, потому что это не доделано здесь. Ну, а здесь вот пока делаем, на этом, думаю, уже сделаем. Ну, здесь планируем под огурцы. Планируем под огурцы. И надо сразу же, значит, планировать, где их, к чему, и как мы будем их подвязывать. Ну, вот, пожалуй, как это ознакомительное, значит, первое знакомство с теплицей. А сейчас начнём работу. Ну, я ещё думаю, сейчас мы здесь вот маленько откопаем. Здесь откопаем. Здесь, с той стороны, практически фундамент уже готов. Опалубка готова уже. Здесь немножко прокопаем. Бросим доски опалубки. Закрепим. Ну, и здесь вот зальём здесь. Здесь, здесь. Ну, и там тоже, наверное, зальём. Она, во-первых, покрепче будет, чтобы не волновались, что она улетит куда-то у нас в случае ветра. Ну, я думаю, что, как говорится, если что, как говорится, некоторые товарищи в теплице перемещаются, значит, с одного места на другой. Ну, конечно, можно и перемещать, но это лишняя забота, что ли. А если уж надо будет, там, как говорится, три тележки грунта можно и перевести. Ну, сейчас начнём думать. Сначала, как говорится, перед работой попьём чай, а потом начнём делать. Начнём делать. Пойдёмте пить чай. Сейчас. Пошли. Так, 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 так. Сейчас возьмём одну подлиннюю, которая, наверное, вот тут. Вот, 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 вот. Ну, здесь идея очень простая. Идея очень простая. Здесь вот, я уже говорил, что, значит, теплицу установили на сваи. Вот они, сваи. Они в 60 сантиметрах. И здесь вот перекладинка вот такая есть. Мы, значит, прокопали, но здесь мы маленькой не докопали, конечно. Сейчас вот здесь, наверное, надо будет докопать чуть-чуть. Вот эту сваю не докопали. Здесь поставим арматурочку. Вот так вот. Вот так вот арматурочку поставим. Закрепим её. И опалубку и будем заливать. Вот очень просто всё. Ну, там, с той стороны, с этой стороны заливать, я думаю, где-то, где-то, вот, до этого, где-то, ну, сантиметров 5-6 ниже этой перекладины. И будет всё хорошо. Ну, с той стороны начнём крепить, а здесь я потом докопаю. С этой стороны начнём крепить. Здесь уже покопали хорошо. А так, если не закрепить, конечно, возможно, она и на сваях будет стоять неплохо, но, как говорится, неясно ещё, какие будут ветра, как, что будет. Здесь ещё неясно. А если мы вот так сделаем, это уже будет, как вы говорите, у нас стопроцентная уверенность, что никуда она ничего не денется. Можно вот это, вот это дело, арматурку, конечно, можно и не закреплять, просто, когда начнём заливать, можно её положить и всё. Тот же самый результат. Ну, так вроде бы получше. Вот так вот. Простая проволока. Вязальная. Нет, так мы её закрутим. Как-то была потоньше у нас проволока, но всё закончилось. Когда бетонные работы делали. Вот здесь не так много, можно и пастерями завязать. Вот так вот. Вот так вот. Вот на этой высоте. Ну, вот так вот. Будем делать. Немножко подлиннее. И всё. С той стороны, я думаю, что, значит, с той стороны, этот же материал поставим. А здесь, значит, пустим, ну что, одну-две доски там. Как получится. Посмотрим сейчас. Начнём делать. Начнём делать, будет видно. А сейчас пока не ясно. Пока не ясно. Ну, арматурка пластиковая. Уже испытанная. Мы её много раз делали. Нормально. Будет. Вот так вот. И она свяжется между собой. Ещё будет более устойчивая. Более устойчивая. Ну, потому что всё обещает ветра сильные. Но, чтобы она у нас не улетела. Всё же парус достаточно большая. Парус нас большая. Лучше закрепить. Может быть, мы это перестраховываемся. Может быть. Ну, сделаем вот таким образом. А так, где-то пониже чуть-чуть. Пониже чуть-чуть. Так. Вот так вот. Давай. Мольно, конечно, было до конца здесь вот мне такую траншею не копать. Ну, я посчитал, что лучше уже до этих перекладин на сваях докопать. Она будет посоление. Будет посоление. Так вот. Давай-ка пускай так будет. Нормально будет. Так, вот, пожалуй. Вот такие пироги. С утра был дождик. Сейчас, слава богу, погода хорошая. Погода хорошая. Сейчас, главное, фундамент сделать, опалуку сделать, и там уже заливать. Это быстро будет. Это будет быстро. Ну, правда, далековато от песка, от грая. Ну, ничего. Так, ладно. Все. Делаем опалубку. Делаем опалубку. И параллельно заливаем, чтобы так побыстрее было. Ну, вот, когда делаешь опалубку, используем такие бушные доски уже, которыми уже пользовались. Ну, они как раз пойдут. Для этой цели используем вот такие вот. Вот такие клинья делаем. Ну, здесь, в принципе, можно уже посмотреть. Вот, опалубку здесь особо мы не умудрили. Вот клин забиваем. Клин, значит, на саморез крепим. Здесь вот остатки от теплицы осталось. Значит, на саморезы тоже поставили. Ну, здесь то же самое. Вот оно сделано уже. Вот. Здесь вот начали заливать. Начали заливать. Ну, здесь еще немножко не долили. Ну, наверное, сейчас уже прекратим работу. В следующий раз дольем. Просто надо ехать. Хватит, наверное. Будем делать где-то выше, сантиметра два. Ну, и в то же время она будет и вес, чтобы ветром на него не шло. И в то же время она выравнивает вот эти неровности земли. Ну, здесь, в принципе, все уже почти-почти готово. Ну, вот осталось немножко буквально. Ну, как говорится, начать да закончить. Начать да закончить. Здесь особенности таких вот. То, что же особо не укрепляем. Это не на дом, когда мы делаем уже опалку. Это просто клин забили. На саморез все достаточно. Ни распорок, ничего не делаем. Вот так вот. Вот таким образом. Раствор мешаем, как я всегда мешал. Один мешок, вернее мешок. Одно ведро цемента. Значит, соответственно, пять ведер щебня. И четыре мешка ведра песка. Это уже испытанный раствор. Много раз я уже делал. Вот так и делаю. Расстояние здесь у меня в пределах. Ну, я думаю, сантиметров восемь есть. Сантиметров восемь. Достаточно. Зальем. После этого будем выравнивать и продолжать работать. Ну, я думаю, здесь уже никаких особенностей или каких-то новшеств я не открою. И все понятно. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok